Речь идёт о метафоре. Где речь идёт? Я хотел поговорить о метафоре, и не в политическом каком-то смысле, а в философском. Дело в том, что, например, у Платона есть дело про Мериди, где он пытается решить вопрос, каким образом Многики приобщаются к идеям, точнее к Эйдосам. Кто приобщается? Многие. Многие. На самом деле, просто я тут занялся изучением греческого текста, там в греческом тексте нет никаких вещей. Да, есть просто термин «многие». И причём под этими «многими» в нашем смысле понимается всё, что угодно, и вещи, и то, что мы называли бы понятием, типа «справедливость». Добро, красота и прочее. Поэтому нельзя переводить как «вещь», нельзя говорить о приобщении вещей к Эйдосам, да. Надо говорить о приобщении многих к Эйдосам. Потому что Эйдос есть, например, Эйдос – справедливость. Справедливость – это никакая не вещь. И если переводчик ставит слово «вещь», то просто путает карты, как бы, и человек, который читает, у него есть определённое понимание, что такое «вещь», и он сразу бы входит в тупик какой-то. Вот как я, например, недолго время понять не мог, в чём же там проблема. Что-то было понятно из общих соображений, а в целом как бы не было понятно. Ну, на самом деле, тема-то как раз не диалога применит, а тема того, что эта проблема, как приобщение, она решается тем способом, что вот эти многие приобщаются к родам. Там есть перебор такой, что не является ли Эйдосом чем-то чувством воспринимаемым. Тогда определённого рода проблемы возникают, Эйдосы там являются делимыми, либо получается, что Эйдосы должны быть в каждом из многих, да, и отдельно существовать как-то, да. Там не является ли она чем-то мыслям. Мыслим тоже не является, потому что вещи состоят из мыслей, либо мыслим всё, либо лишены мышлением. Потом не являются ли Эйдосы образцами. Образцами тоже не являются, потому что там возникает регресс бесконечности. Потому что, если два нечета друг другу подобны, то они подобны третьему, и каждый раз вот возникает вот такая проблема регресса. Так вот, а решается проблема тем, что Эйдосы на самом деле являются родами. И даже в самом диалоге полименит указано в конце, что для того, чтобы эту проблему решить, которая поставлена, надо обсуждать рода и сущность. И вот есть следующий диалог софисты, где уже обсуждение идёт о том, что такой представляет собой род софисты. И где уже как-будто эта проблема, поставленная в полимените, решена. Вопрос идёт о том, что вот, собственно, Эйдосы — это как бы роды. Вот только там не только ревновая изменена, а там есть уже роды и виды. Виды — это и есть эти Эйдосы, а роды — это геносы. Другое нечто. Вопрос и рассуждение идёт со стороны того, что многие приобщаются к родам. Многие — это виды, и они приобщаются к родам. Ну то, что нам к родам только. К родам, да. К родам, да. Да, я слушаю, думаю, не могу понять, что меня смущает. К родам, к родам. И вот ещё что-то. О чём я хотел бы сказать. Собственно, потом у Аристотеля то же самое было соотношение важное между видами и родами. И просто вот соотношение между видом и родом, оно является на самом деле фактическим метафором. Это нам кажется, что нам просто... И мы видим, и мы смотрим на мир. Вот в мире есть отдельные виды животных, да, а есть роды. Ну там, мы же понимаем, например, прекрасно, что, например, собака, там, кошка, там какие-то, ещё другие животные друг от друга отличаются. Но они в смысле только индивидуального отличия, да, они отличаются как-то кардинально каким-то общим видом, общим родом. Вот это вот отличие, оно нам только понятно, исходя из того, что мы просто это его видим. Ну, ведь род... Нельзя сказать, что род – это понятие. Род – это, на самом деле, нечто живое, да, вот то, что... Даже, может быть, мы созерцаем. Не очень понятно, на самом деле. Мы скребли мы род или мы его прямо созерцаем, когда смотрим на отдельного... на отдельного индивида. Потому что отдельный индивид – это представитель рода. И все другие индивиды, да, они похожи на этого отдельного индивида, да. И мы на этом основании всех этих индивидов, которые друг на другу похожи, приобщаем к некому роду. Ну, ладно бы, если бы это было бы некое просто обобщение, как мы как-то абстрагировали, да. Но, на самом деле, ведь это в самой природе так. Ведь в самой природе есть нечто единое, которое порождает каждого этого отдельного индивида. Да, вот есть нечто, что можно было бы назвать родом. И вот метафора отношения... То есть все-таки с изерцаем или мыслями... Например, в классической философии считается, что рода мы мыслям. Потому что, согласно Гегелю, все всеобщее, оно все связано с мышлением. Все, что касается всеобщества, связано с мышлением. И, собственно, это и есть критерия наличия мышления. Какая феноменология духовная. Я пытаюсь там найти мышление. Но это как бы натяжка. То есть это некое утверждение, из которого следует, что... А на самом деле, если не феноменологически смотреть, то очень похоже, что мы все-таки с изерцаем рода. Да, похоже на то, что с изерцаем. Но при этом надо иметь в виду, что мы иногда все-таки ошибаемся. Допустим, в этой некой классификации. Там мы с изерцаем рода, но те же биологи занимаются родами и видами растений, животных. И они могут ошибиться в своей классификации поначалу. А потом выяснится, что что-то не так. Так самое интересное, что они классификацию строят на внешних признаках. Они смотрят на внешние признаки индивидуума, каких-нибудь там. Ну, скажем так, изначально так смотрят. Потом там, наверное, на основании генома сейчас классифицируют как-то. Но изначально, да. Но при этом могли как бы ошибиться, кого-то переписать куда-то там. А когда ошибаются, возникают сомнения. Может быть, они как раз обобщили и неправильно обобщили, как они могли ошибиться в созерцании. Вот. Тут вопрос-то, что интереснее. Ладно, когда мы к живым организмам применяем понятие род. Тут, действительно, можно уже и биологией заниматься, и принципы тут очевидность присутствуют. Но ведь мы понятие род и вид применяем дальше и к неживым предметам. Да, то есть у нас, получается, есть как бы рода стульев, да, есть как бы вот отдельные виды стульев. У нас есть, ну, ко всем другим предметам чувства мы воспринимаем и так применяем, но еще и понятия, видите, у нас эти понятия точно дальше вкладываются. Есть роды и виды понятия. То есть вот мы взяли некую аналогию, которую мы, очевидно, видим в природе, которая нам как-то ясна, внутренняя, там ее не обсуждаем. И мы ее переносим на все, чтобы объяснить, каким образом частное, единичное, особенное приобщается к общему. Но это, на самом деле, нечто удивительное. Вот, не получается ли так, что мышление философски не обязано вот этому? Есть ли рода аналогии вот такой, постоянно обязан. И оно метафорично. Ведь считается, что философское мышление – это, ну, чистая логика. Да? Но если взять логику, да, то логика ведь ничего не получает. Потому что логика, что вот на входе есть какие-то посылки, да, а на выходе она из этих посылок, да, вы увидите просто заключение. Ну так же теория множества, на которой основана логика, не врастает ли она тоже из этого представления о родах и видах, о вложности? Да, в частности. То есть, конечно, в ложенности как бы сами по себе... Ложности, нет, ложность – это другая метафора, это метафора пространственная. Ложности – это пространственная метафора. Нам понятно, что такое ложенность, исходя из того, что в пространстве, как бы мы понимаем, как одно пространство входит в другое. Это одно, это некая другая метафора. Есть пространственная метафора, а есть родовидовая метафора. Просто само решение проблемы при общении единичного к общему, она, как бы, понимаешь, почти не является решением. Она, скорее, является какой-то метафорой, что нам вроде понятно, если мы метафорически сравним это отношение как род и мир. На каком основании мы это делаем? Ну, допустим, я говорю еще раз, для живых организмов мы понимаем, потому что живые организмы, собственно, понятие род, оно взялось из того, как мы наблюдаем природу, а именно живые организмы. А дальше-то как мы ее переносим, как мы потом говорим дальше, что есть рода стульев, столов и прочего, рода понятий есть. Это как так происходит? Вот мне, например, не столь очевидно и понятно, как это так, на каком основании это делается. Просто на основании некой интуиции, что вроде как можно расширить вот это вот родовидовое различие, родовидовое отношение на все. Не получается ли так, что философия, собственно, вот она выискивает такие метафоры, скрытые, да, а потом просто их распространяет каждый раз? Ну, даже вот если вспомнить Егеля, у него же где-то было, что понятие это стершееся метафорой. Ну, есть на каждого. Да? Да, да, да. Это красиво. Стершееся. Просто, на самом деле, если обсуждать этот вопрос дальше, то возникает вопрос с понятием... Нет, это Егель. Это Егель. С понятием причина. Вот причина, вообще, например, в греческом языке понятие причины и понятие вина, то есть это одно и то же слово. И они происходят из одного и того же. То есть причина – это просто вот виновность какая-то, да, вот кто-то за что-то виноват. Мы сейчас понимаем причину тем способом, что нечто одно толкает друг к какому-то отношению, пространственным толкает или к какому-то другому. То есть вызывает его. Вообще говоря, сущность состоит в том, что вот причина объясняется исходя из следствия. Мы, значит, сначала мы понимаем, что есть некое следствие, а потом мы начинаем искать вину того, почему следствие таково, а не ему. Потом следующая метафора – это метафора закона. Опять же, да, вот есть человеческие законы, да, установления, а есть это понятие закона перенесено на природу. И мы говорим о том, что вот есть законы природы. Понятное дело, что как бы здесь есть некая разница между человеческими законами, да, и законами природы. Но тем не менее. И мы все так делаем. Мы даже вот Бога же в каком-то отношении объясняем тем способом, что у него есть как бы причина, да, и он как бы причина этого мира. В ряду причин, мы должны рассмотреть какую-то последнюю причину. Либо ряд как бы будет бесконечным, когда-то там идет, бесконечность, и все, а должен вроде ряд заканчиваться. Это, собственно, рассуждение Аристотеля, как оно было при Аристотеле, он до сих пор как бы сохраняет свою актуальность. Ничто не изменится. Мне интересно, то есть причина и вина. То есть если что-то происходит хорошее или просто что-то происходит, неважно в чем его причина, не надо искать как бы откуда толчок произошел. Только если вдруг что-то пошло не так, какая-то вина, какая-то, так сказать, ищем виновность. Чисто юридическая вот такая вещь. Тут можно еще дальше пойти. Вот, например, я долгое время изучаю уже категории. И все больше убеждаюсь, что вот категории все-таки считается, что это вроде бы чистые понятия, это некие аспекты реальности, по которым можно рассмотреть все что угодно. Собственно, изначально категории, они означают способы, каким на суде рассматривается либо дело какое-нибудь, либо тот, кто подлежит рассмотрению, человек или кто-нибудь, что-то, обстоятельства и прочее. Так вот, получается, если рассмотреть категории еще ближе, то выясняется, что категория не что иное, как просто разбитая по своим отдельным членам, да, вот, предложениями. Там есть категории, связанные с тем, что такое подлежащее, категории с тем, что такое сказуемое, да, там, первая категория сущности, там, отвечает на вопрос, что там, вторая категория на вопрос, каков, третья категория, сколько. Причем категории его арестователи понимались именно под вопросами, то есть у него это вопросы, а непонятия. Потом категория отношения, потом категории идут, связанные с глаголами, там, действия, страдания, там, и прочее. То есть такое впечатление, что на самом деле Аристотель просто взял высказывание, есть у бенвиниста такая работа, которую я уже рассказывал как-то, которая посвящена как раз тому, что возможно то, что Аристотель выписывает как логическое разбиение высказывания, на самом деле есть не что, но как грамматическое разбиение высказывания. Понятное дело, что это не умаляет заслуги Аристотеля, потому что грамматика ведь тоже пытается высказать нечто о мире, язык он не просто так существует подвешен, он пытается высказать то, что некое содержание самого мира, поэтому здесь есть некое взаимосоответствие между языком и тем, что высказывается, поэтому логика языка является логикой мира. Но язык он как бы что-то такое, но все равно подвох остается, потому что язык что-то такое случайное, мировое, он фактичен, он не то что по праву, логика вот такова как бы есть, и вот она как бы из самой себя по праву такова, а тут ну вот такой сложился язык с такой грамматикой, и вдруг он как бы отразился в логике. Вот такой подвох и такая опасность присутствует и критика, можно сказать, всей философии. На поводу конкретного языка. И это на самом деле не только проблема Аристотеля, это проблема философии в принципе, да? И вот Витгенштейн, сколько бы мы там о нем не говорили, то, что он заметил, что философия в каком-то отношении является способами языковой игры, что ли, так надо сказать. Он заметил, да? Ну он говорил о том, что то, что пытается философию высказать, на самом деле это и своего рода языковая игра, язык, уязваясь некие возможности. Эти возможности высказываются, но мы непроизвольно пытаясь высказать что-то, некое содержание, на самом деле высказывают то, что язык в принципе может высказать. Больше того, что высказать язык, не можем. И язык может высказать это каким-то определенным ограниченным набором возможностей. Вот этот ограниченный набор возможностей, это называется языковой игрой. То есть мы можем вот как бы играть в некую, нам кажется, что логическую игру, а на самом деле языковую. Мы пытаемся высказать нечто, что мы подразумеваем, некий смысл, а высказываем то, что можем высказать. Ну, поэты, конечно, тут не согласятся с тобой, они скажут, что у языка тоже есть возможность и к развитию. Ну, как бы заставляя его через нас высказать что-то там, что он высказать не может, можем его заставить как-то развиться. Какие-то новые грамматические формы открыть, способы высказывания новые и так далее. То есть тоже такое представление о том, что язык вот он такой, какой есть, и он все наши мысли будет насиловать, оно не совсем правильно. Да, дело не в этом, Наташа, ты как бы различил мысли и язык. А вопрос-то и состоит в том, что когда я высказываю мысль, кто высказывает мысль, я или язык? Вот есть какая-то моя прото-мысль. Нельзя сказать, что это прото-мысль, можно как-то удержать без языка. Но когда я попытаюсь ее удержать с языком... Хорошо, нам нужно сказать так, может быть, это язык высказывает мысль, а не ты. Но тот язык, который высказывает мысль, если над ним вот такая трансформация в процессе высказывания произошла, это будет уже не тот язык, который был. Вот так вот, понимаешь, вот был один язык, он никогда бы такое не высказал. Пришел ты с какими-то там непонятными внутри себя этими чаяниями, вот, что-то хотящий сказать, сам не знающий что, не могущий высказать, и не могущий даже потом сравнить, то ли ты хотел высказать или не то. Да, не можешь сравнить. Да, естественно, вот, но можно сравнить те возможности языка, которые были до этого, и те, которые есть теперь, вот, и та широта, как бы, возможностей высказанной, которая была и которая есть. Вот, допустим, как бы тот же Хайтери своим поэтическим способом философствования, где-то что-то расширено, вот, в языке, в философском языке, со всеми этими своими предлогами, непонятным, то, что называется, управлением, вот, где к смерти, как бы, да, ну, что это такое, вот, ну, и в таком, и все в таком духе. Ну, хорошо, тогда получается, что ты хочешь сказать, что философию можно свести языком? Вообще, когда заниматься философией, надо же заниматься языком. Нет, нельзя. Фактически, это и есть посылка аналитических философий. Нет. Что ж? Ну, потому что аналитическая философия, которая хочет заниматься только языком, она всегда будет исследовать возможности существующего языка, вот той структуры, которая есть, и наивно полагать, что из нее можно вывести все, в том числе и возможности мыслей, и так далее. Нет, ну, если вы сказали, что нельзя высказать мысль, а я не знаю, что так в языке, как в языке. Да, нельзя, но при этом, как бы, здесь и сейчас его трансформирую. Это как вот это, вот, феноменологический смысл априори, там, кайдегерианский или, там, этот, гуссерлянский, в отличие от кампусского. Это не такой априори, язык не такой априори, который существует до высказывания. Вот, то есть, вот он существует, а потом ты, используя его, что-то высказал, и все. Нет, это априори, которое возникает одновременно с высказанием, в том виде, в котором возникает. Как уже тогда априори? Ну, вот это такой смысл априори. То есть, он... Ну, понятно, что есть некие языковые формы есть, да, в которых мы пытаемся уложить некое содержание, которое якобы мы удерживаем каким-то другим способом. Удерживаем ли, непонятно. Он же Виттгенштейн, он отнюдь, как бы, в своем позднем-то, как раз, в поздней редакции, он отнюдь не аналитический философ, и он же не призывал исследовать язык, как нечто вот такое, так, как его исследуют аналитические философы, как нечто данное. Вот я вот, что, вот, моим из-за чем состоит, что аналитические философы не правы в том отношении, что они исследуют язык, как что-то данное. Как будто вот эти структуры все есть, и их можно исследовать. А он нечто подвижное. Не, ну, наверное, есть аналитические философы, которые изучают язык по своей подвижности, не все так просто, наверное, все-таки. Но суть в том, что моя мысль такая, нет, не надо сводить философию к языку, но надо, как бы, вместе с языком ее развивать. То есть надо язык развивать и философию развивать, это одно и то же действие. Не, просто тогда еще, возвращаясь к метафори, я говорил на метафоричности, я, конечно же, имел в виду язык. Что вот это то, что мы видим в природе, нет отношений, допустим, виды и роли. Она сначала закрепляется в языке, потом как-то функционирует как нечто понятное в языке, а потом эта вот структура вдруг обнаруживается в других вещах, когда мы ее просто переносим, потому что по какому праву это непонятно. То есть язык, получается, нам еще и помогает. Нельзя сказать, что язык только сам по себе живет, высказывает то, что может высказать, и нам мешает. Но не помогает. Как бы мы иначе бы, допустим, могли понять соотношение общего и единичного. А тут раз в природе непосредственно существует соотношение. В виде живого, непосредственно осознаемого отношения рода и вида. И мы можем таким образом эту проблему решить. Потому что вот примените как раз, все возможности это перебраны, других-то возможностей соотношения общего и единичного как бы нет получается. Только такое. И дальше потом вся философия, она будет на этом базироваться. Арисователь, и вплоть до Гигеля, все будут заниматься этим. У феноменологии духа Гигель даже скажет, что понять это не есть ничто иное, как вид. Имея в виду соотношение вида и рода. То есть это просто стандартная некая позиция, которую философия завоевала, благодаря Платону и Аристотелю, которая до сих пор для нас актуальна. Интересно, что эта актуальность еще состоит в том, что для того, чтобы понять, что такое философия Гегеля, и что такое вообще такое понятие, которое воплощено, это и есть представление о вот этом роде. Род – это живое понятие. Не понятие абстрактное, а понятие живое. Потому что вот ходит кот, а он одновременно и индивид, и род. И вот в нем как-то этот род есть, как живое понятие. Потому что кот – это род. Нет, это же я согласен. Это большой род, который ест, ест, ест. Нет, это же удивительно. На самом деле мы созицаем рода непосредственно в чувственном как-то. Может быть мы мыслями, но, например, у Платона есть некое затруднение здесь. То ли мы созицаем рода, то ли мы их мыслями. Непонятно. Вот так вот однозначно сказать мы не можем. И вообще говоря, вот это отделение мышления от чувственности, оно ведь тоже не очевидно. Да. Где границу провести? Вот Гегель проводит границу по термину всеобщим. Это непонятно. Можно проводить по такому, по такой характеристике, как у Платона. У Платона, насколько вот я его понимаю, у него проводится по линии все, что нечувственное, все, что как бы сверхчувственное, все мыслится. А сверхчувственное является, допустим, справедливость, добро. Вот это вот как бы все, это плоды мышления. Одно, тогда числа, тоже плоды мышления. В принципе, математические объекты как бы тоже плоды мышления. И вообще, постепенно у него там вся философия и сетями посмотреть, она почему-то, или там критику арестурили, Платона посмотреть, то там у него возникает почему-то очень много всего, что связано с математикой. И создается впечатление, что Платон вообще даже идеи считал некими математическими числами. У него математическое это нечто промежуточное между чистыми идеями и чувством воспринимаемое сущность. Но самое интересное еще дальше. Самое интересное, вот я это тоже очень обдумываю много, просто не знаю, с какой стороны подойти. Это понятие, связанное с бытием. Дело в том, что во всех языках понятие бытие, сущность, существование, сущее, существо, как правило, происходит из одного корня. Я просто немного языков знаю, например, в греческом или, допустим, в русском языке, по-моему, в немецком точно так же. В каком-то отношении есть некое одно слово, которое характеризует нечто, что перед нами. В немецком там же есть два, там есть Seind, есть Das Seind. Нет, но там, в немецком как, там есть глагол Seind, который, собственно, означает существовав. Но, наряду с ним просто используется глагол Haben, иметь, и он в построении всех этих предложений выступает, как глагол связка равноправно. То есть, в каких-то случаях Seind, каких-то Haben. На основании этого там, как бы, и были всякие разного рода синуансы, там, быть или иметь, туда-сюда, вот, как бы, два вида. Не, не про то, там, два глагола, один Seind, другой Seind, я не помню. Да, Seind это сущие, это причастие. Два глагола обоих. Но Seind, Seind, даже так уже чувствуется, что это один корень. Конечно. Ну, как же, Beusseind. Нет, я не знаю. Что-ли по поводу этого различия. Да? Да. Ну, как бы, вот моя память. Что-то очень важно, там, что-то по хадиге уголовное такое. Ну, мы сейчас не будем заниматься языковыми всякими исследованиями, давайте сосредоточимся хотя бы только на греческом и русском. Получается, что есть глагол существовать, а все остальное, все остальные вещи, они взяты либо в виде причастий, либо в виде причастий, типа, как существующее, сущие, либо как от глагольных, субстантивированных существов, типа, существов. Это что же любопытно? Что это означает? Это означает, что мы всматриваемся в мир, да, и из чего-то одного, вот, нерасчемлененного, да, связанного с существованием, попытаемся каждый раз вот отслоить какой-то другой аспект. Вот мы говорим, там, мы говорим просто существовать, да, отславим от этого существования, так, чтобы выделить сущие, да, а слоям от этого сущего, это некий аспект, связанный с определенностью, так говорили, с этой сущностью, и так далее. То есть каждый раз, на самом деле, получается, что мы занимаемся неким уточнением слов, просто слова у нас плодятся, да, вот много, из одного корня, просто он много слов, целый такой, гус, но они постепенно все больше и больше пробитают разные смыслы. Тут что проблема состоит? Проблема состоит в том, что, как выяснилось, например, у Платона и Паременида различия между сущим и митием нет. Я не знаю, там, что там говорит об этом. Хайдеггер, да, вроде как, мне это сложилось впечатление, что он считает, что в отечности это различие осуществлено, оно не осуществлено. Допустим, в диалоге Исофис то, что у Аристотеля переводится как сущим, да, в диалоге Исофис переведено как бытие, я не знаю, это на совести переводчика или чего? Ну, может, и на совести переводчика. Просто сам факт состоит в том, что, возможно, и в том числе и Паременида точно так же, он когда обсуждает вопросы о бытии, то, что мы привыкли называть бытием, у него на самом деле там стоит слово, которое означает сущность. Не сущность, от сущей. То есть везде разговор идет о сущем. Понятное дело, что эти все однокоренные слова, но тем не менее, мы привыкли благодаря Истотелю под сущим понимать нечто другое. То есть сущие это то, что можно указать пальцем, да, вот это сущие. В некотором отношении бытие нельзя указать, бытие только можно помыслить. и если они не различали сущие и бытие, и если они различали и сущность и существование, то фактически они не могли поставить проблему, собственно, то проблему бытия в принципе не могли поставить. У них такой проблемы быть не могло. Потому что проблема бытия возникает только в том случае, если есть некая индиферентная сущность, некая определенность, которая либо есть, либо нет. Вот как у нас классический философрик. Мы говорим о том, что... Мы вообще ставим вопрос о том, что существует или не существует. У нас есть субъективное существование, а есть как бы объективное существование. Вы все вспоминаете, что там Хайдерю пишет, что в начале бытия времени одно из пониманий бытия, которое главенствовало долгое время, начиная с античницы, собственно, это то, что бытие является родом для всего сущего. То есть это как бы всеобщее понятие сущего. Вот если все сущие взять вместе, это как бы объемлющее, по-видимому, объемлющее всякое сущие. То есть все сущие в совокупности образует бытие. Это поменено. Да. Но только слово бытие здесь неправильно переоден. Все вместе образует некое единое, монолитное сущие. Не только неправильно переоден. Так как бы это все-таки было некое понимание этого слова. Ну вот могу вам сказать, первое моим удивлением было то, что когда Аристотель или Платон обсуждают философию Парменида, они ведь не говорят, что все есть бытие, как мы говорим. Они говорят, что все есть одно. И философия Парменида, существует и философия, состоит, что все есть одно. В никаком бытие никогда речь не заходит. Вообще. То есть это означает, что они правильно, они все-таки были ближе к Пармениду, они понимают его правильно, мы его понимаем ни о каком бытии. Конечно, в рассуждении Парменид опирается на то, что сущие сплачивается с сущим, а несущего нет. И здесь характеристика бытия налицо. Но тем не менее, когда мы говорим слово бытие, мы под бытием понимаем нечто другое, чем просто сущие. Для нас бытие и сущие это разные вещи существенные. Бытие это есть нечто одно, а сущие нечто другое. В чем разница? Сущие это некая определенность, то, что мы прям пальцем указываем, существующая определенность. А бытие это характеристика этой определенности специфической, некий аспект, то, что называется существование. И вот как раз холостическая философия именно в этом отношении берет и обсуждает слово бытие. У них, например, есть номиналисты, реалисты и обсуждение того, каким образом существуют понятия. Мне сложилось впечатление по поводу того, что я ища сейчас Платона и Аристотеля, что у них проблема бытия не поставлена в принципе. И если она поставлена каким-то там действительно способом, то это не та проблема, которую мы привыкли обсуждать, когда мы говорим о бытии. То есть для нас, например, высказывание про Менида, что бытие и мысль одно и то же, оно не является правильным, оно не является очевидным. Например, для Платона это очевидные высказывания. Я пытаюсь понять, для Аристотеля это очевидно или нет, что бытие и мысль одно и то же. Например, почему это очевидно для Парменида? Вот можно с этого начать. Дело в том, что на самом деле мышление, как таковое, выступило на арену вначале, благодаря Пармениду, только с тем, что единственная мысль, которая была, это была мысль о существу. То есть всякая мысль, есть мысль о чем-то существующем. То есть и мышление сводилось именно только к этому, никакого другого мышления как бы ни было. Была всего лишь одна мысль, что вот каждый раз, когда сущее дано в чувственном восприятии, все полното сущего, вся определенность, многообразная. Есть единственный аспект, который мыслился, этот аспект, то, что она есть. И все мышление сводится только к этому, одному мышлению этого есть. Все. И вся философия именно у него на этом базируется. Отсюда и получается одно. Потому что если мы становимся на позицию мышления, то поскольку мышление одна мысль, то и все становится одним. В отличие от, дальше как если двигаться, в отличие от Пальменида, допустим, уже у Платона, у него много мыслей уже есть. Потому что у него уже много идей есть. Идеи разные. Справедливость, добро, движение, много всяких мыслей. Еще раз говорю, Платон называет мыслями, то, что у него очевидно, что это мысли. Если они чувственно не даны, чувственно не воспринимаются. Вот есть некие аспекты реальности, справедливость, добро, движение, подобие, равенство и прочее, что непосредственно в чувственном восприятии не дано. И значит, оно мыслится. То есть уже здесь можно как бы действительно делать вывод, что раз оно мыслится, раз мыслей много, а не одна мысль, получается, что вроде променить неправду. И, собственно, в этом посвящен диалог софистов. В диалоге софистов даже там так и высказывается, что мы будем сейчас займемся делом овсоубийства. Мы будем пытаться критиковать променить. И получится так, что вроде небытие в каком-то отношении есть. То, что променить это как получается? Променить получается, что небытия нет, мысль, это мысль только одно. Потому что небытия нет. Она мысль быть. И все есть одно. Если есть множество, у него там вторая позиция есть, позиция двухголовцев, если есть многое, то всякое многое подразумевает некое относительное небытие. Потому что одно отрицает другое, одно в контексте другого, одно иное другого и прочее. То есть в этом есть некое относительное небытие. Так вот, если мы теперь переходим на то, что мыслей много, то точно так же в мыслях возникает относительное небытие. Получается, что мышление мыслит небытие. Не абсолютное, конечно, но относительное. И вот в этом посвящен диалог софистов. Потому что род софист, он и связан с тем, что это софист, такой философ, который мыслит небытием. Вопрос, связанный с небытием, здесь в чем важен? Важен... Опять здесь издалека захажемся. Все равно издалека. Ты ж поделал про культуру. Да. До этого надо дойти. Бешочек. Для всех и фигней. Там внутри что? Бомбушка на ванну. Смотрите, получается, как мысль отделяется от чувственного восприятия. Именно тем способом, что постепенно она вырабатывает некий круг вопросов, круг каких-то там понятий, аспектов, которые она видит в реальности. Которые невозможно отнести к чувствному восприятию. Которые нужно отнести к какой-то другой способности. Способности мышления. Постепенно, допустим, когда уже перейти к Аристотелю, Аристотель еще более раздробил. Если Платон все свелось в итоге, все эти отдельные мысли свелись к родам, и он говорил о родах сущего. Это у него последняя мысль, дальше он уже не пошел. Аристотель начал, как бы, внутри вот этих многих идей, он выделил отдельно роды, отдельные категории и еще отдельно общие понятия. То есть, еще, еще больше раздробил. Причем, вот это удробление, оно характерно и для сегодняшнего понимания. Я вот в общем понятии, например, отношу вот понятие справедливость, добро, там, красота. Это, как вы знаете, некие регионы, на которые разбиты. Я не знаю. Прямо красоту поймал? Да. Можно ли считать, что красота это род какой-то? Да. Или все может считать? Добро, красота и справедливость. Нет, и истина. Вот три. Истина. Так это рода? Справедливость и добро, они где-то рядом. Можно ли их к родам свести? Вот, например, категории можно к родам свести? Аристотель? Что-нибудь можно назвать народом или видом, называть добром, красоту или истина? Правильно. Поэтому и разделяется на три. А есть роды и виды. Это не роды, это уже регионы какие-то. Роды и виды. Есть категории, категория же ведь тоже не рода. Некие аспекты, да? А регионы это уже больше пространственные, да? Пространственные метафоры. Ну, это скорее лучше говорить пространственные, это значит в мире, а лучше говорить дискурсивно. Дискурс, он, да, он все подразумевает. И внутренне, и внешне. Регионирование, пусть дискурса, пусть мышление, пусть что угодно, это в принципе пространственный способ оформления. Вот один регион, область, знаешь, говорят. Одна область, вторая. Терпентировать его в парменидовском смысле. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Речка это гераклит. Мячик это парменид, единое бытие. Вот почему она плачет? Потому что вот она, понимаете, страдает... Как раз гераклит, не просто гераклит плачет, плачет шпионов. От совмещения... А, вот еще и поэтому. Вот. Пытается совместить вот это вот единое парменидов и речевое... Иван лучше второй минут побеги. Тише, Танечка, не плачь. И вот Тонечка, не плачь. Типа, все равно там это самое... Просто Демокрит смеющийся, просто Демокрит успокаивает, да. Тише, Танечка, не плачь. Демокрит. Очень философский, между прочим. Ну и что еще? Все? На сегодня? Что ты делаешь? Не, ну, в принципе, поговорили. Все. Мышление. Вот. Понятие. Потом пора рыба не было еще. Да не, просто... Все, к чему это ведут. Я пытаюсь все это связать к тому, что, возможно, философию все равно заново начинать. В буквальном смысле, то есть... Философию вообще принципиально это считает? Нужно каждый раз начинать заново, да. То, что ты пытался хакингер сделать, да. Заново возобновить вопрос событий. Возможно, еще глубже надо все делать. То есть... Ну, либо просто философия не существует. Либо это все действительно языковая игра, как бы. Мы уже и обсуждали это. Но если она не языковая игра, то надо начинать вот буквально обдумывать вообще все. То есть вот... Я вот постоянно поражаюсь каким-то вещам, да. Вот я что-то такое обнаружил, и мне это просто удивительно. Как это так? Ну, вот соотношение рода и вида. Вам, я так понял, что не очень удивительно. Но мне это очень... Удивительно. Математика понимает, а нам понимать не обязательно. Мы представить не можем, но не можем представить. И все. Так же и здесь, понимаешь? В каком-то отношении это своего рода революция. Что вот отношение единичного общего, как отношение вида и рода. Понятно? Понятно. А как? Почему это так? Ну, или тут задавать вопросы типа нельзя. А может быть надо задавать вопросы? Как это мы вот так вот взяли и все переносим? Берем метафору какую-то и распространяем. А не возникает ли отсюда тогда вот все те ошибки, на которые мы постоянно наталкиваемся? И как бы их познаем? И вот этот вопрос. То есть, что... Насколько правомерна такая метафоричность мышления? Насколько она правомерна? Я не даром говорю о мышлении. Ведь мышление хочет быть строгим. Нет, понятно все, Влад. Значит, тогда как вот, мне кажется, это надо разрабатывать? Надо искать другие метафоры, которые, причем не то, что ты сейчас придумаешь, которые уже где-то там в мышлении, на окраинах может быть действуют. Что отношение общего и частного, и единичного, понимает не только как отношение ЛГНД, но еще как-то. Но это как бы не акцентированно. Вот эти две метафоры, они борются где-то там на периферии. Одна и во главе вторая. Короче говоря, надо искать другие понимания. Они ведь есть. Они ведь есть. Это самое интересное, что это в самом элементарном, это вот в том самом фундаменте философии ведь лежат эти различия. То есть надо философию разбирать просто до кирпичика уже. То есть надо входить уже вообще в такие вещи, которые уже само собой разумеются уже на многие поколения, может тысячелетия. Отношения рода и вида. Мне, например, не очевидно это. Хотя я точно так же как все вижу. Мы даже как бы, у нас отчасти же возникло вот там, что есть еще пространственное понятие вложенности, математическое понятие, да, вложенности понятий. Оно вот как бы вроде, его можно проинтерпретировать как отношение рода и вида, но там метафора другая, все-таки пространственная. Пространственные вложенности. Вот одну понятию. Ну, круги Елера, да, гуси рисуют. Да, круги, там, эти множества, да, и так далее. Но вот как бы другой подход. Он же как-то там, так сказать, не то, что конфликтует, но предлагает какую-то альтернативу. И постклассическая философия, мне кажется, занималась этим же. Они же пытались там Делез, там, Резому там предложить, еще какие-то другие метафоры перенести, да, из биологии, из других каких-то дисциплин. Опять же, попытки вот расширить, да, вот эта концептуальность, философию. А ведь Делез, когда говорит о том, что в философии есть некое творчество концептов, да, ведь, может быть, печь идет о том, что это творчество вот этих вот метафор. Да, вот, найти некую метафору отношения рода и вида, а потом попытаться ее распространить максимально так. Попытаться все это понять. Вещи, не только, для животных это очевидно, для органической жизни, но понять точно так же и неорганическую жизнь, и понять соотношение, понятие и всего. И потом все это настраивается, настраивается и доходит до Гегеля. Понимаешь, и у Гегеля все это выстроено, да, вот все цепочки. Когда я помню, я говорил, как соотносятся с понятиями, я говорил, они родовидовым способом соотносятся, да. Хотя, вы тогда не сопротивлялись, а если так вдуматься, это вообще-то не очевидно. Как это-то? Это только из метафоричности нам понятно, да, вот эти кругов Гейлера, что они как-то выстроены, как род в вид выложены. Вообще говоря, нет. Не, ну даже, я говорю, круги Гейлера говорят о том, что они вложены. А род-вид, это наследование, скорее, как бы. Это, ну даже непонятно, не наследование, а принадлежность, ну, это тоже слово такое. То есть, это легко математически переинтерпретировать, но все-таки, вот это родовое, кажется, что здесь первое? Либо математика построена благодаря этой интуиции, этой метафоре, либо наоборот, это метафора для какой-то математической очевидной вещи. Ты сам что-то не понял. Ну, имеется в виду, изначально это так, математик просто это увидел и концептуализировал. Я просто концептуализировал в этой вложенности там и прочем. Но с другой стороны, вот мы смотрим там на животных там и так далее, где там что во что вложено. Там ничего ни во что не вложено. Вот каждый животных вложен в кота. Ну, животных вложен в кота. А кот в семейство кошачьих как вложен? Ну, никогда. Вот, как он вложен? Он является его представителем. Ну, не более того. Вот. Но мы как бы понимаем, вот родовидовое отношение. Не-не-не, из родовидовых отношений возникло такое понятие, как классификация, вообще, в принципе. Ну, понятно, да. Вот как разветвленная некая иерархия. И, в принципе, опять же, вот идея иерархии. Это же опять некоторая идея родовидового отношения. Да. Если такой визуально-геометрический, действительно, образ представить, то родовидовые отношения, это никак не вложенность, это скорее вот это дерево генеалогическое. Вот это как-то родовидовое отношение. Не, ну дерево растет снизу вверх, это одно понимание, а иерархия растет сверху вниз, другое понимание. Ну это не важно. Не, не получается ли, что вот у нас все так иерархично, все так вот метафорично построено. Все наше мышление, это не вот не логика, как вот часто пытается говорить, и как я сам иногда говорю, да, опираясь на гиги, а что это метафора, на самом деле. И что поэтому поэзия в каком-то отношении плетена в онтологию. Да так, конечно, так и есть. Это давно понятно все. Как поэтому понятно? Да, да. Вопрос в другом. Вот допустим, есть, можно такие вот как бы нюансы улавливать. Вот с одной стороны есть понятие вложенности математическое, ну одно множество вложено в другое, ну и все как бы. Но здесь присутствует какая-то статика, а вот когда мы говорим допустим про генеалогию, про дерево какое-то, про вот генеалогическое там, верфель или вниз, неважно, здесь присутствует какое-то следование одного из другого, ну какое-то наследование, здесь какая-то даже динамика присутствует. Казалось бы. Да. Ну динамика рода, вот. Понимаете, динамика это во времени, а мы его изображаем в пространстве как некая рассветительность. Допустим, если мы генеалогическое древо пишем как конкретного человека с какого-то семейства, там вот эта временная динамика, она вот так развернута. Недостаточно было круги нарисовать, сказать, что это одно семейство, а это другое. Невозможно отобразить это в виде математической теории вложенности. Нужно было изобразить именно генеалогическое древо, может быть, чтобы как бы эту динамику передать, может быть, родовидовые отношения, они более как бы... Даже у Гейгеля понятия, все эти формы сознания, они же как бы не просто одна вложена в другую, одна является более общая, а одна в другую вырастает как-то там. Связаны уже. Связаны, но связаны, так сказать, векторно как-то. Я так бы сказал, связаны. Связаны каким-то тяготением, стремлением каким-то. Вот проблема фундаментальна, что такое мышление. В прошлый раз мы обсуждали отношения сознания и мышления, и предполагалось, что все понятно, что такое мышление. В каком-то отношении, когда мы говорим о родах, да, возможно, мы опять же указываем на то, чем мышление отличается с чувствами созерцания. Может быть, все-таки мышление, это вот то, что... То, что мы видим роды, это вот наша способность мышления. Не было бы мышления, мы бы роды никогда бы не видели. Мы бы видели только единичные. А то, что мы можем вещи сравнивать, да, и как бы видеть их общие, это связано с мышлением. Другое дело, что роды существуют и на самом деле, да, как в природе, как это, то есть это нечто природное. Но мы можем с помощью мышления... То есть наша способность мышления для того существует, чтобы видеть общую. Да, вот эту общность видеть и каждый раз выделять. Вот деревья, допустим, одной и той же породы, они как-то в каком-то отношении одинаковые. Каждый индивид разный, но в каком-то отношении что-то они одинаковые. То есть наша способность мышления, она возникла... Логика понятна, то есть... Обратное движение, наоборот. Сначала было общее, оно в природе было, и благодаря этой природе возникла способность мышления. Ну да, потому что в противном случае, вот как обычно у какого-нибудь Канта, наверное, в каком-то таком более-менее субъективном идеализме, у нас есть способность мышления, мы видим общее, но никакого общего там на той стороне и нет. Это мы как бы... Ну, кстати, по понятию рода и вида это и есть один из доводов против кантовского вот этого субъективизма. Да. Сам Канта с этим создаётся? Нет, это с одной стороны. С другой стороны как бы выступает там какой-нибудь там, не знаю, реализм или ещё что-нибудь, который говорит, что вот есть эти понятия общие там в мире, и мы их видим просто. Вот. А с третьей стороны, может быть, и мы, мысли, и способны, и способны воспринимать, да. И они там есть. Вот. И вот мы как бы встретились. Вот вспомните, я говорил, у Гусерля есть там интеллектуальная интуиция, у Канта её как раз нет, у Гусерля есть, есть она у Аристотеля. Понятие каким-то образом существует в самой реальности. А как это? Вот как это понимать? Понимаешь, можно говорить о том, что есть аспекты мира, да, и мы их, с помощью какого-либо рода способности, эти аспекты, можем высмотреть, да. Вот у нас есть специальные для этого способности. Это один разговор. А с другой разговором, допустим, мы можем их высмотреть. А как же они сами-то в мире существуют? Вот в чём проблема-то. Нет, ну тут... Как это понимать? Один ответ известен. Это теология. Вот. Это Гегель, это теология. Вот эти понятия там из божественного разума. Ну, это... Это понятный ответ. Вот. И у Аристотеля, наверное, можно тоже понять именно так же, что есть форма-форм. И всегда, это всегда опиралось на том, что в мире есть в каком-то отношении растворённый разум. А вот он растворён, там, в виде божественного разума, либо просто в виде, там, такой был лого-сперматикос, у этих устойков, да, как бы, сперматические логосы, которые рассеяли по всему миру. Это разумство, это разве не у платоников? Наверное, и у не платоников, наверное, я сейчас не вижу. Получается, что у Камта тоже... У логиков тоже точно есть. А, ну, не только Камт. Даже Декарта, в общем-то, на самом деле, ну, и Камт это будет какой-то атеизм. Ну, вот, странный. Ну, как? Ну, Камт же доказывает в своем критическом разуме, что нельзя заключать к бытию божьему. Ну, это же и есть не что иное, как признан к атеизмом. Что ещё такое был ботеизм? Что нельзя доказать бытие божьим. Ну, что такое атеистическое? Ну, нельзя доказать, что нельзя. Ну, ведь точно так же. И что? Ну, отсюда следует, что предполагать, что существование Бога, по крайней мере, является только гипотезой. Ну, просто есть. Не является... Если все формы исходят от тебя, вот, все исходят от тебя, а где ж тут вместо Бога, понимаешь? Одно дело, когда, допустим, мир оформлен Богом, и ты в него пришёл, как маленький такой, понимаешь, незначительный, уже воспринимает то, что оформлено для тебя, не тобой. Но... Да. Ты только воспринял эти формы. Ты только воспринял. Воспринял эти формы. Ну, это так, как Гегель, Шпинозы, античный философ. А другое дело, ты такой сидишь, понимаешь? А мир это такой не расчленённый, туман. Да, да, какой-то туман. А ты раз внёс эти различные. Ты формы эти внёс, а при тут... Я говорю, ребят, а где вы видите вообще разницу между этими двумя ситуациями? Ну, просто первая ситуация... Она... Как вы видите выключить это вообще? Ну, первая ситуация состоит в том, что формы в самом мире есть. А вторая ситуация состоит в том, что формы вносим... А вторая ситуация состоит в том, что тебе кажется, что с формы... Нет, нет. А вторая ситуация состоит в том, что мы вносим формы благодаря взаимоотношению с миром. Если ты стал думать, что все формы от тебя, это значит, что ты уже на атеистический путь встал, понимаешь? Ты уже как бы отказал там, он отказал миру в том, что у него существует разумность, понимаешь, потому что всю разумность вносишь ты. Нет, мне может казаться, что я вношу разумность, а с чего я взяла, что этот мир не создан так, чтобы... Мне кажется, что я вношу разумность, а на самом деле это предусмотрено. Может быть и так, мы же не говорим, что это атеизм, мы говорим, что это путь к атеизму, потому что в противной ситуации, если ты говоришь, что мир уже разумен, ты в любом случае придешь к какой-то теологии к Богу, понимаешь, ты уже не сможешь от этого отказаться. Ну как, мир разумен, там какие-то формы, они не от меня происходят, от кого они происходят, не от Васи же, не от Васи, потому что Вася это тоже я. Самое интересное, чтобы поддержать, можно просто сказать, указать на живых организмах формы их собственной. Это не наша форма. Они имеют некую целесообразность, которая исходит из них самих. И тем самым это опровергает то, что все формы наши. По крайней мере здесь возникает проблематичность. Какие-то формы может быть наши, а какие-то формы вообще-то самому миру продлежат. И сразу здесь возникает вот эта дилемма, которая якобы была простая, она сразу раскалывается. Здесь не так все просто. То, что у мира есть свои формы. Есть формы, которые есть в самом мире, есть формы, которые являются нашими формами. Ну, нашими формами, допустим, являются какие-то понятия. Вот мы говорили недавно о метафоричности, да, там. Вот, допустим, род и вид. То ли это формы самого мира, то ли это формы, которые мы в него внесли. Ну, скорее всего, это формы самого мира. Потому что в мире самом есть проявление видов и родов. С другой стороны, мы взяли эти формы и применяем, допустим, к вещам, стульям и столам. На каком основании? Основании некоторой метафоричности, переноса. А с чего мы взяли вообще, что мы взяли роды и виды именно из мира? Само понятие рода, это понятие человеческое. Я имею в виду, вот там есть мама, папа, у них там... Это просто в мир широкий смысле, есть мама, папа, вообще говоря, знаешь, семейство есть, и происхождение есть, вот это генологическое древо, роды и прочее. Конечно же, но это же все тоже мира есть, это все опыт как бы, не обязательно же из мира, в смысле, на лес смотреть. Ну, мы не знаем, как берем их. Не, ну, понимаешь, в чем дело, это ведь, опять же, не только человеческое устройство такое целесообразное, но там тоже есть семейства всякие, кошачьи. Коша, ну, вообще, растения, много есть, с чего. Не, ну, там, ну, просто даже семьи есть, понимаешь, животных, вот они там тусуются, там, растят детей и так далее. Суть в том, что вот есть какая-то там целесообразность, какие-то структуры, вот так можно сказать, есть структуры в мире, вот, которые есть без отнасти того, наблюдаем их, не наблюдаем, вычленяем, не вычленяем. Они там как бы есть. Я в свое время в связи с этим очень удивлялся строению снежинки обыкновенной. Вот если их на микроскопе там показывают, которые увеличены, но они такие, кристаллическая структура такая всегда симметричная и странная, что трудно поверить в то, что это наши формы, да? Уж явно, как бы, если уж и существуют какие-то в нашей форме, да, то это все-таки они достаточно примитивны. Все-таки у мира есть и кристаллические всякие структуры, даже если безотносительно вот животных, видов и родов, да, там, или там, растения. А вот просто брать уже просто, например, неживую природу. Есть кристаллы, есть всякого рода материя, да, вот неживая, которая имеет разные свойства, да, они там, а там, допустим, являются там твердой, там, допустим, такой-то твердый, другой-то, таковы-то, другие-то. Собственно, вот поразиться, да, но ведь вот эти начинающие там эти физики, ну, в семнадцатом веке или в каком еще, да, в общем, короче говоря, когда только заря была науке, они же вот открывая эти законы, вот всякие разные, убеждались в том, что Бог существует. Для них это было подтверждение того, что Бог существует, потому что, смотрите, как бы в самом мире присутствуют какие-то законы, какие-то структуры, какая-то целесообразность. То есть, почему они могли так убеждать? Именно потому, что это не от нас исходит, получается, вот этот закон, думали они, а вот он есть, всякий раз едаешь, всякий раз так, значит, какая-то там есть отдельная от нас независимость, ну, короче говоря, некая независимость мира. Вот это, казалось бы, очевидная для нас вещь, вот. В то же время для философии, которая часто стремится скатиться к какому-то субъективизму и произволу, не очевидна. Да, это является проблемой. Ну, хотя я говорю, что, прежде всего, в таком случае обращают внимание как раз на животных, они животные являются в привлежении всякого рода субъективизма. Потому что они сами по себе целесообразны. Так вот, я к чему говорю, что каково уже все-таки место философии? Вот мы уже много раз обсуждали эту вещь. Мне каждый раз, когда я увижу вот такого рода, всякого рода необоснованного метафоричности, у меня возникает отчаяние, связанное с тем, что философии как бы нет. Нет никакой философии. Просто, допустим, есть язык, там есть... Хотя, на самом деле, ничего страшного в этом нет. Ну, просто философия такая. Ты просто ошибался в том, какая она. Нет. Получается, что для того, чтобы выразить нечто философское, надо быть, может быть, поэтом, художником, не знаю, там, владеть языком, там. Художник, как-то, глядывается мир, да, видит что-то такое, чего не видят обычные люди, там. Вот он, может быть, он, вот, видя вот эти различия, как-то зафиксировав их либо в языке, либо в каких-то произведениях своих искусств, да, он, на самом деле, тем самым в процессе некоторого человеческого движения, там, внесет очередную метафору, которая потом послужит, допустим, дальнейшему движению. Ну, получается, что философия – это не мышление. Всегда же, как... Чем философия хвалится? Она говорит, ну, давайте отбросим все чувственное, давайте будем только мыслить о мысли, сидеть и мыслить. Чего там мыслить? Метафора – это же нечувственное. Это, как бы, мостик такой. Ну, это мостик. Получается, что если мы только будем в мышлении находиться, то мы ничего не достигнем. Мышление заморалось чувственным. Нет такого мышления, которое бы опиралось только на саму себя и что-то из себя рожало. Нет такого. Это путь обреченный. А получается, что мы должны из мышления выйти, да, посмотреть в мир, увидеть эти роды и виды, там, однажды, да? Долго-долго плутать, плутать – увидеть. Увидеть, например, различие явлений и сущности, да, там, чего не видели, там, первый натур философ. И каждый раз это так. Каждый раз, получается, что надо вот именно к опыту, к самому феномену выйти, да, вот. Каждый раз возникает вот это вот требование феноменологичности. Давайте вернемся к феномену. Что-то мы тут заключили с мышлением. Причем не такое, как бы, банальное, что вот нужно, там, вот, все дескриптивно описывать, да, ну, как в этой феноменологии, а что, в принципе, на уровне метафоры, из опыта что-то произрастает. Ну, то есть, не такое требование феноменологичности, которое, как бы, мы знаем, там, Павлов, вот, каким-нибудь там. Просто я, это, там, еще к тому клоню, что вот есть сейчас философы, такие народились, язык теперь очень богатым стал. Что они, благодаря вот этому богатству языку, благодаря терминам, которые выработала философия, им вообще опыт не нужен. Они вот конструируют некие чисто абстрактные конструкции, словами вентит, условно говоря, там, вложенность, там, вверх-вниз, внутренняя, внешняя, там, какая-нибудь, это, концепты, там, у них там, что там такое, спирали и прочее, и прочее. Вот, все это накручивается, 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 и якобы возникает некое содержание философичное. И, более того, это философичное содержание, оно даже претендует на какую-то, как называется, нормативность, да. Как бы, вроде бы, из этой, вот, из этой конструкции можно изъять некий критерий для того, чтобы оценивать другого вида знаний. То есть, это, своего рода, паразитарность языка. Да, вот язык, в силу того, что он становится чем-то самодостаточным, начинает паразитировать на своих конструкциях. Точнее, уже, вот, люди начинают паразитировать на конструкциях, которые может создать язык. Люди начинают жить вот в этих языковых конструктах, вообще отрешенные от реальности, да. Возможно, вот такая, отрешенная от реальности жизнь. Чисто вот внутри неких философских конструкций. Вот это вот и состоит страшность, да. Вот это есть, конец философии, он именно таков был, если он уже не наступил, да. Что, как вообще откажется от опыта. Да нет никакого опыта, да. Вот есть вот это вот жонглирование словами, жонглирование понятий. Игра, языковая игра, в таком глобальном, таком фундаментальном смысле, да. Надо оставаться в языке, двигаться в нем, и все проблемы разрешать. Хотя, казалось бы, если смотреть на то, как философия развивается, она всегда опирается на опыт. Вот этот эмпиризм, он не должен никогда, никуда уходить. Философия, в принципе, должна опираться на опыт. Ну, пусть не на свой личный опыт, на опыт других наук. Она должна постоянно обращаться к самому феномену, постоянно должна вот вопрошать то, как на самом деле в мире и устроена. Да, вот я вот говорю про род и вид, меня просто это поразило, да, что вот вроде простая конструкция, но не очевидная она, просто не очевидная. Мы, конечно, нет, конечно, мне трудно что-то еще добавить здесь, да, я не понимаю, что здесь можно еще различить. Но, тем не менее, вот этот перенос родов и видов на все, мне кажется, он не обоснован. Нет доказательств, что это можно делать. И не показаны границы, почему это можно делать. Вот, например, по поводу слова «сущности» мы тоже еще, кстати, не обсуждали. Вдруг я вычитываю, что Аристотель говорит, что сущностями является только, не только, а является тела. И в нашем периоде не очень понятно, что такое тела, а в греческом периоде имеется в виду органические тела. То есть усея, то, что называется усины, это только органические тела, то есть организм. Тогда становится все на свое место. То есть сущностями являются тела, органические. А является ли что-то другое сущностями? Это же уже вопрос. Почему сущностями являются тела? Ну, потому что органические тела, потому что к ним применимы роды и виды. А что такое сущность? Как она описывается? Она описывается через ближайший род и видовое отличие. Что такое определение? А что такое, допустим, неорганическое что-то? Является ли она сущностью? И вообще, в свете вот этого вопроса, как в философии Аристотеля быть? Я, например, не очень понимаю. Например, что есть разговор о материи и форме опять. Тоже не очень понятный разговор. Конечно же, мне, как и вам, все это понятно. Вот чем является форма? Является ли форма у Аристотеля, с одной стороны, есть основания считать, что это просто внешнее очертание, вот как у нас, да? И некая пространственная форма. А с другой стороны, форма является воплощенной сущностью. То есть то, в чем содержатся роды, виды и все определения. И каждый раз вот такие вопросы возникают. А почему они возникают? А потому что здесь, как с моим пониманием, чего-то недодумано. Тут какая-то метафоричность именно. В чем состоит метафора? Метафора переносится просто прямым образом. Очертание переносится на, как бы, на что-то более общее, да? И действительно, форма изначально понимается как очертание, а потом говорится, что это, что она содержит в себе вот эту вот сущность, эти роды видовые. Вот смотрите, вот это хороший разговор с этой стороны. Смотрите, вот есть понятие эйдес, которое означает вид. Есть понятие идея, которое означает вид. И есть понятие марфе, которое точно так же означает наружность или вид. Три понятия, означающие вид. Помните, мы говорили о том, что от глагола существовать образовались многообразные формы, там, существо, сущие и так далее. А тут точно так же от вида. Слова-то разные, а смысл один и тот же. Все, что вот нечто мы видим, и есть вид один, эйдес, есть вид идея другой, а есть какой-то вид третий, который называется там марфе, да, то есть форма. И каждый раз разный вид. Вот это вот, и опять же, вот в философии древние, поскольку они все-таки были в каком-то отношении более правдивой, они опирались на опыт. Вот это все-таки закреплено, а у нас-то это же совсем потеряно. Мы говорим форма. А что такое форма? Некое слово, да, которое взято там из латинской схоластики. Для нас это уже не имеет смысла, вид. И возникают такие аллюзии, что форма, это может быть вот там форма слова, там что-то там. То есть, допустим, у Наговицына форма там становится уже там синонимом понятия, там. Или у того же Канта есть форма чувства есть, а есть форма мышления, да. И слово форма начинает кочевать. То ли это способ, то ли это, непонятно, то ли это вид, то ли это что, то ли это внешняя черта. То ли это структура какая-то. Нет, я к тому говорю, что не получается ли так, что философия, благодаря своей истории, сначала что-то усматривает непосредственно в опыте, а потом оно отрывается в виде языковой конструкции. И существует только чисто как языковая конструкция. И будущие философы, они забывают, что категории, это есть просто членение высказывания, да, на составляющие. Подлежащие, сказуемые, какие бывают подлежащие, какие бывают сказуемые, да, что относится к подлежащим, что относится к сказуемым. То есть какая-то грамматическая структура, а потом она превращается уже в структуру логическую. И каждый раз так. Есть некое забывание. Просто хайдегирианец стал. Ты же хайдегирианец. Не знаю, насчет я хайдегирианец. Вот такое забвение, тут был как бы вопрос. Да, да, да. Ты, кстати, про забвение. Это и есть то самое забвение. Вот, то же самое забвение. Сначала есть некое истинное вопрошение. Человек вглядывается... Вот, например, у Аристотеля есть такое удивительное. Один из способов, каким выдвигается гипотеза о Идесах, состоит в том, что мы можем что-то мыслить даже тогда, когда уже непосредственно не видим ничего. То есть мы мыслим вещь, которой уже нет. То есть она исчезла нашего взгляда, или мы, допустим, обсуждаем ее в кругу, а саму вещь не видим. И для них было это удивительно. Как так можно о чем-то говорить непосредственно, несмотря на саму вещь. А для нас это уже стандартные... Мы всегда говорим, мы уже не прибегаем к самому миру, мы не пытаемся понять, как мир устроен. Мы просто уже привыкли, что вот в языке все есть, и нам достаточно просто сидеть, вот сейчас мы сидим и разговариваем. Мы уже привыкли к тому, что вещей здесь нет, о которой мы говорим. Мы уже к этому привыкли, а для них это было удивительно, на самом деле. Вот опять же, я Аристотеля чаще считаю, и просто нахожу такие странные вещи. Нет, мы не только привыкли по твоему посылу. Получается, что нам даже не нужно, чтобы нам появлялась эта вещь. И более того, мы всегда огорчаемся. Да, да, да. Мы уже так хорошо без нее ее обсуждаем. Мы ее обсудим, все выясним, а потом только на нее посмотрим, а она другая. Главное, что когда ее нет, она особо не может сопротивляться. Вот что нам удобно. Понимаешь? Пусть лучше ее не будет. И делай с ней что хочешь, знаешь? Ты ему с три короба наврешь, и делай с ним что хочешь. Так вот, возможно, в каком-то отношении я уже много раз это говорил, что аналитическая философия в своем посыле права, что надо вот избавлять философию от языковой игры, вот этой привычки опираться на некие понятия, которые придуманы не нами. И думать, что если мы будем этими понятиями пользоваться, то мы что-то поймем. Как будто бы накопился какой-то богатый опыт. Мы знаем, что такое материя. Ведь материя у Аристотеля это хюле. Это на самом деле дерево, означает. Древесина. Древесина, да. Почему? Потому что видим строительным материалом, одним из главных была древесина, и понятно было, что это такое. Возможно, нам надо вернуться, ну я имею в виду нам, конечно, не только нам, а вообще всем философам, вернуться каким-то первичным ощущением. Пытаться изначально из каких-то первичных соображений что-то получать, а не верить на самом деле на слово, не пытаться использовать понятия, которые якобы понятны. И почему они понятия? Вот я, например, сейчас задумался. Мы говорим, что мышление апеллирует понятиями. А как понятие стало понятием? Вот опять же, если говорить о категории. Ведь категория – это все-таки грамматические особенности. Хорошо, эти грамматические особенности, на которые развивается язык, он отражает, конечно, нечто и реальное, это все понятно. Но, тем не менее, это грамматические вещи. Как они стали понятиями? Вообще, что такое понятие? Вот слово «понятие» – это слово «понимать». Так это как относится к мышлению? В общем, возникает много вопросов. То есть, как провести вот эти границы и линии? Как мы в прошлый раз пытались провести между сознанием и мышлением. А вообще, как проходят все границы? Вот есть границы, связанные с чувством. Чувство и мышление. Мышление и сознание. Как вообще все эти границы проведены? Нетривиально здесь все получается? Никем. Может быть, злонамеренно кто-то провел границы и кого-то ощемил. А с другой стороны, если вдруг выдумывать, высматривать в мире нечто новое, допустим, отказаться от всех этих различий, попытаться усмотреть что-то другое. Можно ли это сделать? Язык ведь все-таки имеет ограниченную возможность. Допустим, можно было бы это сделать. А как это высказать-то в языке, который уже все-таки заточен на все эти слова, на все эти понятия и различия, которые сделаны? И язык ведь тоже имеет историческую некую преимственность. Он тоже же опирается на все то, что вот раньше было сказано. Даже если различить мышление и язык, если это возможно вообще-то, то даже у мышления самого по себе без языка есть инерция какая-то. Даже у него, может быть, есть инерция. Вот если ты всю дорогу мыслил в каких-то непонятных понятиях наследованных, то это даже, мне кажется, не связано с языком. Просто я могу вам сказать по опыту своему. У меня есть два, две линии мышления. Одна линия мышления связана с тем, что говорит язык. А другая линия связана с тем, что я пытаюсь, помимо того, что говорит язык, еще додумать сам. Различие состоит в том, что оно проходит по линии различения пространственных структур и языка. Вот можно мыслить в языке словами, а можно мыслить пространственно какими-то схемами, какими-то кружками, кружки пересекаются как-то со связями какими-то мыслями. Это совсем другое, потому что бесконечно... На словах это не высказать, а только потому и начал рисовать, потому что есть многие вещи, которые можно только нарисовать. Может, очень долго надо будет объяснять на словах, и все равно не удастся объяснить. Только нарисовав... Значит, это уже говорит о том, что мышление не полностью в заложнике. Не полностью, не полностью. И если бы оно было бы полностью заложено, я боюсь, что мы мышление бы никогда не отдельно. Может, оно как бы в заложниках не только у языка, но и какого-то более широкого схематизма там. Ну, это точно. Этот схематизм более широкий не отрефлектирует, это точно. И вот этот более широкий схематизм я и называю сознанием. Его уже не отрефлектирует никогда, потому что это предельное нечто. Вот мы все находимся в тоталисе сознания, и мы уже ничего тут не можем сделать. А сознание, что самое важное, сознание как раз опирается на опыт. Потому что весь опыт, какой существует, это опыт сознания. И сознание всегда опытно. Не бывает никакого другого сознания, ведь сознание это как бы открытый опыт. И все, что происходит в сознании, это не что иное, как опыт. Постоянный. Постоянно совершающийся опыт. Опыт ли говорения, мышления, восприятия, ощущения. Все вот это вот в сознании присутствует одновременно. И мы только, вот мы как отдельные индивиды, мы просто фокусируем на чем-то одном. У нас вот фокусное сознание. Мы, например, наше внимание сейчас, когда я говорю, фокусируем на том, что хочу сказать. А вообще говоря, в сознании сейчас присутствует огромное многообразие. Я что-то вижу, что-то слышу, что-то чувствую и прочее. То есть, вот почему вообще мы разрабатываем философское сознание? Потому что это и есть то самое фундаментальное, что вообще такое может быть. То, что мышление, вот оно вот странное. Трудно на самом деле понять. Трудно его как бы вот так вот, уж совсем однозначно определить, что это такое. Потому что... Потому что перед этим надо провести границу. Да. А, чтобы провести границу, надо как бы знать все. А все это, вот это сознание... Не, ну можно провести границу, как это делает Гегель, и сказать, что все, что относится к общности, это мышление. Но тогда получается то, что получил всю гиги. Но это номинальное проведение границы будет. Будет проведение границы как бы неопытное. А в опыте, между прочим, что самое интересное, есть общность. И поэтому все, что есть, нельзя проводить различные чувства и мышления по линии всей общности. Это неверно. На самом деле получается, что есть общность мышц, а есть общность другая. Раз мы различаем мышление и чувства, мышление и сознание, раз мы различаем мышление и чувства, значит тоже где-то в опыте какое-то такое различие где-то есть. Если это не языковая игра. Ну а о чем бы эта языковая игра была? Ну, понимаешь, в каком-то отношении нам вроде очевидно, что есть эти различия. Но я что-то в последнее время стал сомневаться, что очевидность очевидна. То есть она мне очевидна, но она... Нет, она не очевидна в том плане, что мы утратили вот как раз тот опыт, исходя из которого это очевидно. Нам не указать, где мышление отличается от чувства, как оно отличается. И это стали как бы стершиеся вот такие понятия как раз, которыми оперируют вот это мышление и вот это чувство. А где одно от другого отличается? Сейчас я держусь в мнении, что мышление от чувства отличается как тело знака, отличается от значения. Вот есть тело знака, а есть значение. Вот как бы вот так они отличаются. То есть как бы вот как... Что такое значение? Это некий смысл. А что такое тело? Ну тело это нечто там... Не всегда обязательно материальное, но в некотором отношении относящееся все-таки восприятие. Вот так как-то отличается. То есть дело не во всеобщности, а дело вот в этой структуре, да, двойственное. Потому что мышление это как бы все-таки другая структура. У нас есть структура того, что перед нами, да, вот постоянно открывается в виде чувственного многообразия. А есть некие смыслы, которые тоже тут же как бы здесь же, да, но все-таки они как бы отличимы. Ближе, дальше, да, там, вверх, вниз, там смыслы какие-нибудь, отдельное, да, там, другое отдельное. Допустим, там, прозрачное, там, или там, твердое. Вот некие смыслы. Понятное дело, что это все относится и как бы к самому миру, но все-таки это же некие смыслы. А что такое смысл? Это вот фиксация отношений. Вот есть многообразие, а вот все отношения, которые мы здесь как накладываем, как вот некую сетку, да, вот если так вообразить, так вот взять стекло прозрачное поставить, и можно вот все отношения между всеми предметами вырисовать, да, вот как отрезками, там, измерить или что-то еще, построить какие-то схемки, какие-то там, это, допустим, вот как вот схему дорожную рисую, да, дорожную карту нарисовать, да, вот что-то вроде вот это вот представляет свое мышление. То есть мышление – это вот такая схематизация. Точнее, правильно было так сказать, что сознание – вот такая схематизация, а мышление внутри этой схематизации работает. Вот так я сейчас это понимаю. Но вообще говоря, это тоже требует оправдания своего. И вообще все эти вопросы у меня вот связаны с тем, что, возможно, философия у Платона и философия у Аристотеля, ну, это будет, конечно, глобально звучать, понимает неправильно. Ну, вот у меня есть такая версия. Вот, в принципе, как бы, вот, возможно, надо еще докопаться до нее. Вот я в свое время, у меня была проблема связана с философией Гегеля. Это была философия неподъемная, мне казалось ее никак не понятно. Я в итоге смог ее вот как-то вычеркать. Как-то я понял, где там находится разрыв, где там что находится, и как бы туда вот, условно говоря, нашел как бы различие, туда вот в разрыв посмотрел, как бы она вот так развалилась, как бы и стало ясно, в общем-то, что. Вот, мне кажется, надо точно так же в платоновской и аллицерской философии что-то такое найти. Вот есть там, мне кажется, что-то такое, какой-то механизм, который надо вот правильно увидеть. Как бы некий центр, вот его увидишь, и тогда все встанет на свои места. Потому что мне сейчас такое впечатление, что это такое нечто разрозненное. Вот я попытался платонускую философию собрать обратно. То есть, как бы вот есть некие какие-то трактаты, какие-то высказывания, попытался все собрать обратно. То, что высказывают академические всякие, может быть, преподаватели, всякие, может быть, исследователи Платона, ну это просто удивляешься. Как будто Платон не философ, а какой-то просто там литератор. А просто какой-то современный философ. Да нет, литератор какой-то, знаешь. Ну, что-то такое говорил многообразно, никто ничего не понимает, что там говорил такое. Один думает, что он говорил одно, а другой под другое говорил. Ну так, вот попытался из Платона сделать философу. Ну, это, как бы, понятная задача. Но задача состоит в том, что это можно сделать только на том основании, если действительно существует философия. Если действительно можно, существует, кроме языковой игры, да, существует еще некая-то внутренняя структура мира, которую можно углядеть и обнаружить. Если такой структуры нет, если все сводится, в конце концов, к языковой, к его игре, да, к игре вот этих метафор, да, там, то тогда такого сделать нельзя. В принципе. И получится, что всегда, мы будем наблюдать, что вот есть философ, он чем-то занимался, а после него, вот, есть многообразие произведений философских. Ну, вот главное, что все равно, ты так не обостряй вопрос. Все равно же метафоры, допустим, бывают удачные, бывают нет. Мы же с этим согласны, потому что удачная метафора бывает нет. Это значит, что даже метафора таким своим, может быть, неприятным способом, вот, она что-то говорит о мире. И именно удачная метафора, значит, что как-то та структура, которую она порождает, что она, она соответствует, в каком-то роде соответствует той структуре, которая есть. Вот, значит, все-таки есть какая-то структура. Иначе бы, как бы, это была абсолютно произвольная игра метафор. Вот, если играя в метафор абсолютно произвольная, это действительно, как бы, абсолютно игра языка, тогда, да, тогда все плохо. Но это не так, конечно. Вот. А то, прямо, смотрите, Фалис говорит, что все есть вода, ведь это же метафора. Все, то есть, вот на нашем многообразии, которое мы видим чувственно, есть вода. Это некая метафора. Но она метафора, она удачна только в том отношении, что все есть одно, правильно? Да, потому что... Но только в этом. Потому что ты смотришь вокруг, не видишь, что все есть вода. Ну, вместе с этим публикой явлений и сущностей. Ну, понятно, но, как бы, вот, она... Нет, и каждый раз так, ведь. Метафора эта уточняется, потому что все есть одно, и постепенно доходит до Парменина, и он говорит, что все есть одно. И потом дальше двигается. Потом уже не все, это у Платона уже не все есть одно, уже по-другому там. Это то, что в многообразии в итоге, на самом деле, проникает и мышление, поэтому уже о мире нельзя сказать, что все есть одно. Мир уже многообразный. И в конце концов, все есть одно, в смысле... Ведь как получается у Платона? Что мир есть огромный организм, и он уже мир одно в смысле организма. То есть организм, он многообразный. То есть вот это его одно, оно как бы находится как бы над... Ведь организм понять как одно, вот, например, тебе или меня, ты можешь понять как одно, для этого надо же помыслить. Ведь вот то многообразие, вот, например, есть в многообразии куча камней, там куча какая-то, песка. Оно тоже вроде бы одно, но вот одно организм и одно куча песка разное. Вот у нас есть некое скрепляющее одно. Можно было бы его назвать там, не знаю, там... Что это такое-то? Мы называем его суби. Да, вот нечто от этого, я там, или не ваше... Оно над, как бы, организмом. И получается, что метафора организма переносится, опять же, та же самая метафоричность, переносится на мир. И мир понимается как организм. По-моему, что ты в свое время хотел дописать историю идей философских. Ну, это и до сих пор, как бы, у меня это... А на самом деле, получается, надо дописать историю метафор. Да, получается, что так. Вот, как бы, была такая метафора. Вот как она, как бы, сначала возникла, потом прижилась, потом стерлась, потом породила разного рода казусы и, как бы, псевдо-философские вопросы. Такое же тоже бывает. Понимаешь? Когда люди, как бы, как раз, ну, когда они не понимают, о чем идет речь, когда они просто используют то, что им на средство досталось, эти понятия, не понимая их генеалогии, они в итоге порождают... Бессмысленность просто. А потом какая-то другая метафора, третья, и вот их... Ну, смотри, получается, в метафору, вот, например, в философии Платона, ну, именно в своей философской метафизической части может свести мысли, во-первых, о различии родов и видов, да, это вот то, что там сейчас называется различие вещей и идей, да, на самом деле правильно различать это родов и видов, о мысли о мире как об организме, да, и еще какая-то идея была там. Собственно, как бы, простые идеи, но на самом деле нельзя их называть действительно идеями, ведь это же метафора. Так вот, а помнишь, как бы, вот, моя эта тема, там, по поводу метафизики высоты, что, как бы, вот, существование высоты, дальше возникает из нее, ну, как будто, вот, это вот выделенного направления, вертикали, из нее... Это, кстати, тоже метафора. Да, 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 вертикали. Возникает метафора и появляется всякого рода иерархичность, вот, всякого рода, там, логические построения, основания, там, и настройки, и прочее, прочее. То есть, вот эта вот вертикаль, как метафора, переходит в мышление и каким только последствиям тоже не приводит. Причем метафора высоты очень хорошая метафора. Мне вот интересно, каким образом... Метафора света, как бы, ну, это классическая вещь, там, ты где они сели погиб, да? Свет, тьма, как бы, казалось бы, но почему? Вот свет, это всегда метафора бытия, а тьма... А добро и зло, то же самое. Добро и зло, это понятие. Ну, да, ну, почему, как бы, добро это свет? Добро это свет, и бытие, а оно... А свет-это, как-вот, это, все-таки, что-то, как-то существующее, в этом метафора? Нет, есть метафоры разного уровня, понимаешь, понятное дело, что... Есть метафоры, возможно, чисто языковые, когда их работают на противоположности. Одну противоположность отделяет всем, допустим, говорят, что бытие, а другую полностью не считает отрицательное. А это как бы одна метафора, а другая метафора — это организм. Мы не понимаем, что такое организм, как целое. Нам и ясно, что он есть. Вот мы смотрим, вот есть организм. И теперь мы берем вот эту структуру, которая уже есть, и которая нам понятна только, поскольку мы к ней привыкли. И мы переносим, говорим, что мир — это организм. В этом метафора стоит структуру, которая дана нам как бы в мире, вроде как бы реально, ее перенести на что-то другое. А бывают и обратные метафоры, когда в логике, допустим, есть противоположности, это А и не А. А потом эта метафора переносится уже и рассматривается во всех конкретностях. То есть бывают и обратные метафоры, когда метафора порождена логикой. Это мышление уже. Нет, тут смотри, вот заметьте, само слово «логика». Логика вообще-то, слово «логос», да? Она связана с понятием «слово». Вообще говоря, как из языка логику, как ее выщерли? Вот откуда? Вот есть язык, говорили на языке. А потом постепенно, как бы, вот, прежде всего, Аристотелем, да, вот, выщерлил некая логика внутри языка. А потом постепенно, сейчас уже, допустим, много логик выщерли на разных. Но тем не менее, то есть логика – это нечто, связанное с языком. Так вот, не получается ли так, что, если теперь, как бы, основываться на том, что это из языка, что вот в языке возникают некоторые вещи, а потом, ну, при все, и логические. А потом эта логичность переносится уже на то, чтобы рассматривать мир. Вот, опять же, связанный разговор с добром и злом. Вот есть бытие, или разговор с бытием и небытием. Вот разговор с бытием и небытием – это разговор, связанный с тем, что мы в мире усматриваем. Ведь нет такого различия, бытие и небытие. Это же только в мышлении находится, это развлечение. Его же, мы же, чувственное, не воспринимаем. Ну, в каком-то смысле, род есть, а бытие и небытие есть оно. Но есть возникновение и исчезновение, есть какие-то переходы. И так метафора, может быть, еще и порождается тем способом, что здесь есть действительно взаимодействие. Не так, что всегда в одну сторону есть опыт, а мы накручиваем как бы внутрь всегда все. Да, мы из опыта воспринимаем, и язык постоянно становится более опытным. А может быть, еще и обратная структура, что в языке есть некие самодостаточные конструкции, которые мы, используя язык, мы их, ну, как бы, они оправдывают себя, и потом мы берем эти оправданные конструкции, переносим так же и на мир. Например, противоположности, да, вот отрицания. В мире нет отрицания. Но у нас в языке оно есть. И, кстати, опять же, для Аристотеля и Платона это существенный вопрос. Что такое отрицание, для них вопрос существенный. Потому что отрицания в мире нет. То есть, ну, есть как бы консексуально, что вот одно иное другого, но это не отрицание. Это просто одно здесь, другое здесь, и все. Ну, а у нас отрицание есть. Допустим, у Аристотеля даже есть такой вопрос. А бывает ли у этого отрицания, и это бывает, или нет? Или что это такое? Что такое отрицание? Как с ними работать? Если считать, что быть и мыслить одно и то же, отрицание еще тоже существует? Но отрицание же не существует. Но отрицание это же мышление. То есть, значит, быть и мыслить это не одно и то же? То есть, такая логика сразу возникает. Это вот мы недавно тоже, опять же, прикатились к этим отрицаниям. Ведь когда мы говорим сущие и несущие, вот это несущие-то откуда взялось? Откуда вот эта отрицательность-то взялась? Не получается ли так, что философия, в принципе, одна из возможностей философии, она реализуется в силу возможности отрицания? То есть, возможность языковая, опять же. Потому что в мире никакой отрицательности нет. В мире есть возникновение, рождение, понятно, там, столкновение, есть и много что. Но никакой отрицательности нет. Это существенный разговор. Значит, язык богаче мира. Получается, что кто диктует миру структуру? Язык миру структуру диктует? Или язык просто приспосабливается к тем структурам, которые сами имеют? Я думаю, что это, ну, можно что-то по-другому повернуть, можно экзистенциально повернуть, что, возможно, это, кстати, наша, как бы, возможность такая экзистенциальная, вот как даже у этого, у нашего друга Игоря. Помнишь, была это? Его антология, его там, понятие о сознании, вот, и о рефлексии, да? О рефлексивной позиции, ну, его эстетики. То у него, как бы, на вершине эстетического вот этого сознания было отрицательным. Как способ, так сказать, самосознания и свободы. Но суть в том, что вот это отрицание, это может быть не то, что способность языка, просто в грамматике, откуда? В грамматике языка возникает отрицание, если его нет в мире. Понимаешь, в чем дело? Но оно из человеческих взаимоотношений. Мы переносим, опять же, метафоричности на природу. Одно отрицает другое, какие-то противоположности, диалектика и прочее. Ну, даже, как бы, в человеческих... Ты говоришь, я отрицаю, что ты говоришь. Даже не то, что в человеческих, а просто в нашем способе убедия мы можем отрицать. Мы отрицаем. Так не получается ли, ведь Ихайтики тоже, по-моему, говорят, что отрицательность, это и есть то, что именно наше, человеческое. Вот, вот я к этому и веду... Ничто откуда возникает? Да. Я к этому и веду. Потому что даже два камня, понимаешь, тоже вместе находятся в своем отношении. Их тоже не отрицают друг друга. Не отрицают. Вот. Ну. Ну, это одно. Ну, это же нельзя, как бы, это отдавать языку, просто вот так, что вот, язык, вот, как бы, есть мир, есть язык, но язык, вот, такой он способен отрицать, поэтому отрицание приходит. Нет. Язык способен отрицать, потому что мы, вот, как бы, такие. Ну, это более понятная, это более подобная позиция. Я так хочу, как бы, справиться с языком, да, я понимаю, что здесь всегда такая вот игра, что то ли язык просто всегда остается средством, да, и он только фиксирует то, что есть. Вот мы, у нас есть отрицание, и он, как-то, дает в своих структурах, так сказать, проявляет то, что это у нас есть. И так же в мире, да, и все, что в мире есть, он, язык просто, как некое средство, он просто увидит это, да, и отображает в своем, там, бытии. Это один разговор. Другой разговор, что все-таки язык, как бы, он самодостаточный, он там, и мы, поскольку слишком сильно надеемся на этот язык, да, ведь и наше мышление во многом определено в языке. То мы, живя в языковой некой среде, весь мир становится, как бы, вот таким, который соответствует языку. Вот, это можно изобразить тем способом, что если как будто бы я погружу в некую сферу, и весь мир сквозь эту сферу смотрю, а сфера это и есть язык. Я понимаю. Я уже не вижу по-другому, кроме как вот то, как мне язык дает увидеть. Ну вот, вот в связи с этим, да, вот, допустим, ты хочешь обращаться там к Платону, Калистоте, в греческих философиях, и там этот вопрос-то не стоял. Вот что интересно, этот вопрос, как-то так вот остров стал, ну вот, где-то, в девятнадцатом, двадцатом веке, совсем недавно. Все озаботились языком. А так, как бы, с точки зрения какого-нибудь греческого, там, философа, подумать, ну язык, ну тьфу, это какое-то одно из немногих, ну, одно из множества явлений. Ну, говорят люди и говорят, это вообще-то у него самоочевидно. Ну, каким образом язык стал такой, как бы, субстанцией, я не знаю, такой махиной, которая подмяла под себя все. Это же тоже странно. Нет, ну, это понятно, как бы, все аргументы понятны, но не вызывает ли у тебя это какой-то вот... У меня это вызывает единственная вещь. То есть, не то, что это психологизация? Язык тоже так же нам помогает, как и вредит, как и мешает. Ну, только, знаешь, оттуда, откуда спасение, как говорит Хадигер, оттуда, или там, Гердалин, по-моему, говорит, да, оттуда же нам и погибель. Вот мы опираемся на язык. Не только мы, и древние опирались на него, да. Мы вообще даже до древних можем, мы древних можем только понять через то, что они написали. Мы можем понять, да, но, понимаешь, они проходили сквозь него, вот, а мы как будто застрелили. Ну, вот, например, я пытаюсь понять Платона, исходя из его трактата. Могу я понять то, что он говорит, в смысле того, в некой конструкции философской? Или все-таки так и остается этой языковой игрой? Понятие, твой вопрос, да, ну, вот еще раз, он у того же, как бы, Грека не возник бы, вот, даже если бы он пытался понять тебя. Не, может быть, если бы Греб, если бы я с ним разговаривал бы, мы бы, в конце концов, благодаря некоторому совместному усилию, друг другу бы поняли. А насколько я могу понять, что он написал? Это вот эта геменетическая, старая геменетическая проблема, там, еще там, с девятнадцатого века ведущего. Ну, опять же, с девятнадцатого века. Ну, да, потому что начали читать древние тексты серьезно, и вдруг задумались, на самом деле, насколько мы можем понять древние. Не, ну, и раньше читали, как бы, Аристотель, он прописывали, разбирали там, сказали. Да, ну, раньше считали, что вот они вот читали-читали, и все понимали правильно. А потом вдруг возникла проблема. А понимаем ли мы их правильно? Такой, значит, скептицизм возник. И сейчас этот скептицизм, на самом деле, каждый раз усиливается настолько, что мы, может быть, друг друга уже так же не понимаем. Понимаешь? То есть... Хайлигер ведь как говорит, что герменевтика, она укоренена в антологию прямо. То есть, самой антологии, само отношение наших с миром, оно герменевтично. Мы постоянно вот как бы находимся вот в этой герменевтике, да, понимание, это вот один из модусов нашего бытия, да, вот, экзистенции. И это фундаментально получается. То есть, вот, и язык ведь у него тоже приобретает специфическую окраску, да, уже не просто как средство, а как дом бытия. Это же еще нечто, еще более фундаментальное. То есть, вот все те модусы, которые раньше считались, как ты говоришь, может быть, степенными, случайными, да, вот, есть, как бы, язык, да, там, есть, там, какое-то средство. Теперь становится, вот, во главу угла, камень, который отвергил строительство, стал во главу угла. Вот это все, это я всегда имею в виду, и я много раз уже возвращаюсь к этим всем проблемам, языковым. Для меня это фундаментальная вещь. Если, как бы, быть таким правильным, философом, историком правильным, не таким, который, как бы, думает, что они там, в общем-то, ошибались, а который пытается, как-то, более аккуратно, что ли, подойти. Вот. Может быть, можно усмотреть, почему греки не придавали такого значения языку, более того, почему они по праву не придавали такого значения языку, вот так, как бы. Они немножко обсуждали, конечно, но не так, как мы. Может быть, как бы, не так, что вот они чего-то там не видели, а мы теперь увидели, и этот вопрос встал. Наверное, все-таки не так. А как-то так, что и не было этой проблемы. Ну, знаешь, когда проблема встала? Когда, на самом деле, засомневались в разумности устроения мира. Когда вот эта вот растворенная в мире разумность в виде, там, божественной разумности, там, когда вот она зашаталась, тогда, собственно, и возникла проблема германифтичности. Потому что, если бы была общая разумность какая-то, которая для всех одинаковая, некая общая, то германифтичности не возникает, потому что надо просто до нее дойти, а она для всех одинакова, и ее увидеть, и все. И древние ведь тоже на нее опирались, и мы на нее опираемся. Да, одна для всех разумность, как у Гегеля. А Гегель же опирается, у него все-таки не философия, на самом деле, она завершается именно в теологии. На том основании, что вот есть некая логика в мире всего, да, она одна для всех, да, вот она некая абсолютная идея, да, и вот ее логичность, она для всех одинаковая. И она растворена как бы в мире. А вот если отказаться от этого представления, то возникает проблема. Потому что если такой общий для всех логики нет, если мир вот региональный, там как-то разбит на какие-то там культуры и прочее, то вот это вот понимание становится существенной проблемой. Почему у Гагигера понимание укоренено в нашей антологии? Ну потому что вот нам не на что опереться, каждый из нас, он как бы находится в некой ответственности перед своим же пониманием. Понимаешь ли ты, что как бы понятно или не понимаешь? Очевидно ли тебе это или не очевидно? Это каждый должен сам решить. То есть каждый должен создать свою антологию, да, ее как бы разветвить, понять во всех отношениях, что такое род, вид и прочее, прочее. Вообще все, весь мир вот так вот из себя вот тут вывернуть, да, как бы так сказать. Потому что он сам ответственный за смысл мира. Потому что смысл мира полностью опирается на экзистенцию, да, на как бы на присутствие. И весь мир как бы, да более того, даже мир как бы почти требует от тебя этого. Потому что неоткуда миру смысл-то взять, кроме от как от тебя. Если нет вот этого смысла где-то вот, божественного смысла там какого-то, или там смысл в смысле природы, да, растворенного мира. Вот проблема-то именно так ставится. Возможно, как бы, если бы опять же опирались бы на теологию, то такой проблемы бы не было. Но феноменология, она ведь требует только опираться на то, что можно в опыте, да, что дано в опыте. Но как бы вот эта все разумность в опыте, она не дана. Понимаешь, вот это не является тем, что феноменологически очевидно. К ней можно подходить. Но это вот бесконечный, вот, например, Левинас пытается подойти к такому. Там у него как раз вот из них это выезд, да, выделенное направление, это смысл направления и прочее, и прочее. Но это не столь очевидно, как думается. Не знаю, сколько читал, как бы, конечно, там бы есть что-то такое, но не все так очевидно. То есть вот это еще надо выстраивать отдельно. Ведь проблема как раз Хайдегера и то, что, как я понимаю, пытались после него развить, они как раз были связаны с тем, что вот этика Хайдегера, она какая-то странная, да, там как бы этика полностью превратилась в антологию, так вообще кроме антологии ничего не осталось. То есть философия, она стала антологией, и этика туда упала, туда все упало. Туда гнозиология, и антология, все погрузилось туда. И там Шеллеры были, и всякие там другие, они пытались именно, там, Левинас, тот же, да, пытались все-таки вот как-то поднять оттуда этику, как бы выстроить все-таки. Потому что этика превратилась в странную вещь. То есть человек ответственный за свое бытие, и все вроде как. Я не знаю, что еще можно было бы сказать в этичности в этой. Что-то она какая-то холодная такая этика, странная. Но опять же, я к чему еще говорю про древник. Я же тут взял трактат на греческом, пытался сравнить. Ну, мне непонятно просто, что на русские переводы. Я как бы человек, который привык дойти до самого смысла. Если я что-то не понимаю, я пытаюсь как бы все-таки разобраться с этим, обдумать, как это можно понимать. Но я читаю просто переводы, ничего не понятно. Я бы пытался дойти все-таки до корней, до греческих оригиналов. Благо я немножко греческий знаю. И вдруг выясняется, что переводы, ну, просто во многих отношениях, особенно к терминологическому, не соответствуют к оригиналу. То есть слова переводятся по-разному. Ну, понятное дело, что, конечно же, что-то-то донесено так, как и есть. Но вот терминологическая сторона вопроса, она отражена неверно. То есть, допустим, это я говорил про сущие, да, у Платона. У Аристотеля это слово переведено, это он переведено как сущие, а у Платона оно переведено как бытье. Но так же нельзя поступать. Это же вообще, это что такое? Это просто диверсия. Ну, как так вот? Как доверять таким переводам? А в другой месте вообще усие, да, то, что означает сущность, переведено как бытие. Ну, это вот у Платона так, софистия. И если следовать таким вещам, то сразу понимаешь, на самом деле, что переводам доверять нельзя. Получается, надо брать, чтобы разобраться с Платоном и Аристотель, надо брать подлинники, сидеть с нашей переводом. Ты запугаешь людей. Запугаешь. Так что запугаешь? Я вот, я нахожусь, думаешь, я в какой... Мне самому страшно, да? Нет, мне самому страшно, потому что ладно, с Платоном легко разобраться. У меня там диалоги более-менее простые, можно там... Они маленькие достаточно, можно быстро разобраться там. А как быть с Аристотелем? У Аристотеля их немерено. И у Аристотеля еще в чем разница? У Платона хороший греческий язык, понятно. Такой классический, как бы, да? А у Аристотеля это что, конспект, что ли? Как так можно писать, вообще непонятно. У него так все кратко написано иногда, что вообще непонятно, что написано, да? Просто не разобраться там. Да, может, дело даже не в переводе. Возможно, сам переводчик не очень понимал, что тут вообще написано. И он как мог, в общем, донес. Что тут можно перевести? Да. Что тут написано? Может, это предложение не переводить вообще? Я собираюсь, у меня метод старый, я всегда действую следующим образом. Я как бы немножко читаю, а потом много думаю. Так что мне хватает, в общем-то, проблем. Ну, единственное, что сейчас у меня состоит в чем? Я теперь пытаюсь все-таки для того, чтобы, видимо, Аристотеля и Платона понять, надо вернуться к каким-то истокам, да? Надо попытаться разобраться со всеми вот этими, якобы, понятными вещами, да? Вид, род, какие-то идеи, там, понятия, вот, взаимоотношения всего этого. Попытаться как бы увидеть с новых сторон, попытаться во всем этом разобраться. Потому что иначе, как бы, я так подозреваю, они не разобраться с Платоном и Аристотеля. Потому что у них основная, насколько я понял, основная проблема Платона и Аристотеля, это проблема, связанная с родами и видами. Также проблема, связанная с тем, что такое идея и не категория, там, с понятиями. Вот их надо где-то здесь вот копать. Может, видишь, допустим, если... Материя это древесина, да? То та метафора, как бы, вот это разделение, различие материи и формы, которая существует, может быть, она происходит просто как бы из того, что вот была древесина, плотник, имея какой-то замысел, сколотил дом, да? Из этой древесины. Как из материи. Дом. Вот по такой форме. То есть, может быть, это как бы вот различие материи и формы, оно как-то связано с чем-то рукотворным. Может быть, в этом его особенно состоит. Смотри. Что можно как бы извлечь из того, что материя это древесина. Смотри, а вот это немножко другой вопрос. А вот, допустим, как ты понимаешь? Вот Аристотель говорит, что у Платона самого это не найти, но Аристотель утверждает, что Платон считал, что у таких вещей, как кольцо и дом, нет эйдоса. Это что такое? Кольцо и дом. Да. Как это можно понять? То ли я это понять пока не могу. Аристотель утверждает, что у кольца и у дома нет эйдоса. Хотя, если мы понимаем, что у эйдос некий вид, то вид же есть. То есть, кольцо и дом – это нечто рукотворное. Получается, что у рукотворного нет эйдоса. Но это странно. Странно. Ну вот, как хочешь, так и понимает. Поэтому надо это все-таки как-то понять. Надо же так понять, чтобы это укладывалось. А ты сейчас говоришь обратно. Ты говоришь о том, что вот мы у рукотворного видим форму. Да? То есть, возможно... Нет, это просто может означать, что они весь мир понимали, как такой рукотворный, опять же. Ну смотри, есть... Платон, как раз и Аристотель хорошо понимает, что есть вещи естественные. Вот Фюсис, да, природа. Ну, потому что есть вещи естественные. Есть вещи искусственные, да. То есть, техне, там, не важно, там, произведенный человеком. Есть вещи органические, а есть вещи неорганические. Они очень хорошо это различие понимают. И, возможно, такие термины, какие эйдос, идея, там, форма и сущность, они не прямолинейно ко всем относятся. Может быть, к одним относятся, а к другим нет. Вот это надо понять. Но это же что требует текстуального понимания. Это же нельзя просто так выдумать. Ну, например, у меня складывается впечатление, что термин сущность Аристотель применяет только к органическим формам. Ну, потому что в том смысле, что видно рот, да, что можно, как я говорил, если видно в растении, в животном рот, то можно его высказать в неком виде определения, как рот и видовое отличие. Это означает, что сущности не имеют... Стул, значит, сущности не имеет, получается. Вот это надо... Так это или нет, надо выяснять текстуально. Что он тогда имеет, да, если не имеет сущности? А может быть, он имеет форму. Может быть, он имеет форму. Вот так и отличается форма и сущность. Может быть, форма... Стул имеет форму. То есть, как ты говоришь, что ей предали форму, ему предали форму. Но он не имеет сущности. Сущность имеет только то, что является живым, того, что есть род. Но с другой стороны, вроде же мы же понимаем, что у стульев тоже рода есть. Так вот это мы так понимаем? Мы привыкли переносить метафорически на все другие предметы неживые родовидовое отличие. Или на самом деле и они так же понимали? Вот это все надо с этим разбираться надо. И копать-то надо. Видишь, получается, в таких вещах, которых сейчас никто этим не занимается, всем кажется просто самоочевидное родовидовое отличие, как это все очевидно, как на все это понятно. Ни черта не понятно. Вот я говорю, я хожу сейчас с этим и ее обсуждаю и думаю. Вроде это понятно, а вроде и не понятно ни черта. Ни черта. Негайца была, толкается.